Дом у меня в моем рабочем кабинете собрались для того, чтобы обсудить мастхевы этого года, то есть самые интересные и такие желаемые позиции в модной индустрии, в вашем гардеробе, в целом гардеробе, самые туповые, актуальные позиции, которые могут только существовать. И, безусловно, это не руководство к действию, это скорее носит рекомендательный характер, поэтому кто-то найдет для себя здесь, там, из наших, сколько там, 6-7 позиций, кому-то все понравятся, кому-то ни одна не понравится, кому-то понравится несколько, обязательно пишите в комментариях внизу, что из мастхевов вы действительно считали бы собственными мастхевами, а что немножко мимо вас проходит, и этот тренд совершенно никаким образом к вам не относится. И, кстати, сразу хочу сказать, что, как обычно, естественно, все примеры по каждому из мастхевов мы будем показывать на экране, и все эти примеры — это реальные вещи реальных брендов, которые представлены на платформе Farfetch, этой платформой я пользуюсь уже достаточно давно, и это видео мы делаем в коллаборации с ними, поэтому все вещи, которые вы увидите на экране, это все вещи, которые есть в онлайне, которые действительно можно приобрести, и можно прямо быстро кликнуть, приобрести их для себя четко из видео, которые вы сегодня посмотрите. И вообще, на самом деле, сразу пару слов о Farfetch — это платформа, которая, мне кажется, ни на какую другую платформу просто не похожа, потому что именно там я лично для своих клиентов достаточно часто нахожу, когда делаю различные новые приобретения для карток стиля, для новых комплектов, для поездок. Я нахожу вещи из тех коллекций, которых уже нет в бутиках в принципе, и формат работы Farfetch немножко другой, потому что там есть вещи, которые вам отправляются из различных точек и бутиков мира, поэтому вы как раз именно на платформе Farfetch можете найти, допустим, какую-то позицию миу-миу, которой уже нет в наличии, вы можете найти какую-то вещь Balenciaga, которой уже нигде нет ни в бутиках, ни в онлайн-ритейлерах, и здесь она будет. Поэтому лично для меня Farfetch абсолютно уникален. И сразу момент, который хотела бы упомянуть, когда вы будете выбирать размерные сетки или вообще свой размер конкретно на сайте, очень важный момент, так как это все разные бренды, это все будет отправляться вам из разных точек, всегда смотрите просто на размерную сетку, которая указана под конкретной вещью, на размер, который указан, что надет на модели, на ее параметры, и на замеры каждой вещи. Это безумно важно, это меня всегда вообще во всех ситуациях спасает, для того, чтобы четко понять, какой размер брать, особенно в тех изделиях, которые чаще всего идут оверсайз, например, Balenciaga, которая всегда идет оверсайз. Если вы берете размер, у меня, например, размер XS, если я беру свой размер XS, то я и так получаю огромный оверсайз, больше брать не нужно. Есть вот такие размеры, в которых ты изначально получаешь оверсайз так или иначе, поэтому больше с каким-то запасом брать 100% не нужно, если у вас возникают какие-то вопросы, всегда можно написать в службу поддержки Farfetch'а, и она на них ответит. Также, если что-то из вещей, указанных сегодня, вы захотите приобрести, а я практически уверена, что это произойдет, Farfetch предоставляет скидку уникальную от себя и для вас. Скидка будет звучать и писаться как 10 Мурадова. Я сейчас ее покажу обязательно на экране. Эту скидку нужно будет ввести при чекауте, и она действует целый месяц. Так что, если вы что-то себе присмотрели, сохранили вышлист, в течение месяца это можно приобрести с 10% скидкой, что просто невероятно, потому что на самом деле вещи эти уникальные, уникальные, кроме того, что они больше нигде обычно и не могут быть найдены. Давайте переходить к теме видео. И первое, о чем я поговорю, это однозначно мини-юбки. Мини-юбки лично для меня это самый топов за топ этого года. Это на 100% самый главный мастхэв вообще, в принципе, 2022 года. Кто смотрел мой вебинар Трендбук 2022, то знает, что 60-е безумно актуальны, и мини в любом формате, в том числе формате юбок, это оно. И когда мы говорим мини, мы в основном говорим и мини в стилистике 60-х, которая просто чуть выше колена. Мы говорим про ультра мини, которая практически как пояс. Мы говорим про классическое современное мини, когда у нас вертикальная ладонь от колена. То есть вот середина расстояния между бедром и коленом, это как раз такая классическая современная мини. И лично для меня более всего интересны мини необычной, либо формы, либо из необычного материала или финиша. То есть мини не просто такая классическая, к которой вы привыкли, какая-то черная или просто денимовая юбка, что тоже возможно. Но для меня интересно играть с мини как с отдельным стейтмент, моментом в образе. Например, у меня есть юбка бренда Коперни, которая очень классная, она симметрична, она очень интересно смотрится. Во многих брендах такие представлены. В люксовых брендах есть юбки с изделиями из различных материалов, финишей, под мех, что-то еще. Еще на самом деле есть миллион вариаций, как мини сделать интересным. Мне кажется, что именно мини в образе будет безумно классно смотреться, с каким-то маскулинным верхом, достаточно объемным, по типу моей рубашки сегодня, оверсайз свитера, какого-то бомбера, оверсайз пиджака мужского, прямо с мужского плеча, свитшота, кенгурушки, чего-то, что будет компенсировать министость этой мини. Но это не отменяет, безусловно, и стайлинг мини с чем-то достаточно прямым по силуэту вверху. Но тогда я бы надевала либо низкий ход, либо невысокий каблук, потому что очень облегающий верх мини и высокий каблук для меня лично интересный вариант исключительно на какое-то мероприятие, но не в будни. В будни мини для меня всегда хочется немножечко дресс-даун, и это очень даже возможно. Я, в принципе, безумно, на самом деле, рада. Человек, который достаточно редко носит мини, в последнее время я их намного чаще начала носить, предвидя этот тренд, собственно, анализируя весь предыдущий год для тренд-бука этот тренд, и я должна сказать, что мини, на удивление, очень легкая позиция для стайлинга. Я сейчас отвлекаюсь, и мой глаз улетел куда-то просто потому, что возле нас небольшой лес, и по лесу прямо сейчас по веточке бегает белка. Мы в центре города находимся, и по веточке бегает очень красивая рыжая белка. Я прошу прощения, это просто так привлекло в мое внимание, потому что мне кажется, что сейчас в огромных городах встретить белку просто вот так вот за окном, это большая редкость, если ты где-то глубоко в лесу. Так что возвращаемся к мини от белки. Так вот, на самом деле мини для меня очень легкий момент для стайлинга, потому что практически со всем, с любым верхом она может сочетаться, и с топами пола она будет классно смотреться, и со спортом вверху, и с классической рубашкой, и все это будет интересно, не нарочито, и я обычно мини люблю с какими-то сапогами жакейскими, например, надевать, либо с ботфортами на более свободными мини облегающими. В общем, вариаций огромное количество, и мини представлено, мне кажется, если честно, в 80% брендов. По крайней мере, в большинстве брендов, которые на сайте Farfetch представлены, там это мини есть. Следующий ультра-тренд, такой must-have этого года, это насыщенный, насыщенного цвета, какой-то яркий, бросающийся в глаза свитер. Он может быть монотонный, то есть абсолютно один блок цвета, это может быть комбинация цвета, но учитывая, что у нас сейчас достаточно прохладно, и прохладно будет еще, в принципе, долго, обычно большинство весны прохладно вплоть до мая, потом уже скоро наступит осень, поэтому у нас будет время 100% этот свитер поносить. Свитера такие предоставляют прекрасную возможность для стайлинга именно потому, что они безумно самостоятельные. В отличие от, например, какого-то шоколадного свитера или бежевого свитера, чего-то достаточно нейтрального, именно такой насыщенный, яркий свитер, который бросается в глаза, с ним больше ничего не нужно. Ему драные какие-то драные, звучит, кстати, как искрабление какое-то, какие-то драные джинсы из-за светлого денима голубого, который я очень люблю, с рванностью, допустим, на колени, или можно добавить какие-то кожаные брюки, и все, там больше ничего не нужно. Грубые ботинки, каблук, ботильоны, и этот свитер сделает абсолютно все. Плюс огромное преимущество такого свитера в том, что он всегда за счет вот этого блока цвета подсвечивает лицо и делает образ уже достаточно ярким, поэтому, в принципе, больше никаких аксессуаров по типу даже сережек и украшений, ничего не нужно. Там свитер, даже волосы можно полностью убрать, потому что фактура свитера существует, соответственно, никакие дополнительные укладки не нужны, там может быть просто аккуратный какой-то хвостик, и все, и этот свитер будет поднимать настроение, будет красиво смотреться, и такой же свитер может в том числе классно играть и с какими-то яркими вещами в нижней части, например, вверху у нас блочный какой-то или моноцвет свитера, и внизу у нас яркая принтованная юбка, и такой образ тоже имеет право на существование, и вы знаете, кстати, как никто другой, мне кажется, особенно те, кто меня подписан в инстаграме, что я очень люблю насыщенные цвета разбавлять еще какими-то насыщенными, и акцентировать таким образом весь наряд, делать его более завершенным и интересным, я вообще люблю сумасшедшие сочетания, поэтому нет такого правила, что если у нас есть какой-то яркий свитер, то нужно его носить исключительно с нейтральными вещами, более того, я бы как раз делала наоборот. Следующий must-have этого сезона и в дальнейшем, в принципе, этого года, тренч, причем тренч неплотной посадки, достаточно свободный, с женственными какими-то элементами, тренч, в принципе, он изделие вне времени, но в этом сезоне работа с тренчем совершенно другая, тренч обретает какое-то очень женственное зачастую очертание, он возвращается к классике, но к классике переосмысленной, по типу Валенсиаго, где у нас асимметрия, одна часть тренча захлестывается в одну сторону, одно плечо ниже, другое выше, асимметрия в подоле. И вообще, любая игра с небольшой, возможно, деконструкцией тренча или с созданием тренча больше напоминающего платье структурированное, это именно то, зачем можно на 100% следовать в этом году с точки зрения такого верхнего изделия. И тренч один из самых женственных элементов верхней одежды и гардероба, в принципе, лично для меня. Он очень легкий в сочетании, он прекрасно работает со всеми позициями другими в вашем гардеробе, будь это спортивный костюм и кроссовки, будь это классический костюм какой-то брючный, или это просто юбка или женственное платье с кедами, с каблуками. Тренч настолько универсальный, и если вы боитесь, допустим, что тренч по какой-то причине в ваших погодных условиях не впишется, а это может быть, потому что тренч обычно рассчитан неутепленным на где-то плюс 15, а такая погода, допустим, в Киеве бывает всего неделю в году, то всегда можно добавлять какой-то утепленный пуховичок внутри, который просто будет вас подогревать или утепленную пуховую жилеточку, и сверху накидывает тренч, и все, тренчу вы на 100% продлеваете срок жизни. Еще одна позиция, которую не могу не поделиться, это казаки или ковбойские ботинки, и то, и другое имеет право на существование в этом году, и причем чем с более полярными вещами, по стилю вы будете сочетать эту обувь, тем лучше. То есть, например, казаки или ковбойки, ковбойки, ковбойские ботинки с платьем, с цветочным принтом, или с женственным летящим платьем, или юбкой, или наоборот, в них заправляете брюки классические со стрелкой и с рубашкой. Вот это самый топов за топ. То есть, безусловно, всегда можно преследовать вот эту эстетику ковбойскую, и продолжать ее, и делать все в таком кантри-стиле, то есть и джинсы с рыжей строчкой, и джинсовая донимовая рубашка, заправленная джинсы, и замшевая куртка сверху, это можно оставлять как опцию. Но и самый интересный личный для меня вариант, в принципе, как всегда, выбирать что-то совершенно полярное по настроению, и комбинировать с вот этими ковбойскими или казаками ковбойскими ботинками, потому что тогда вы получаете глубокий по настроению, и считываемый запоминающийся образ. Еще одна позиция, которая на 100% среди сумок в лидерстве находится, это форма сумки хобо. И причем хобо в любой вариации, которую вы можете себе представить. Я, например, люблю необычные финиши, не просто кожа, допустим, какая-то замша или какой-то паттерн на сумке. И вообще сумка хобо, она очень интересная, она иногда выглядит особенно, когда она чуть побольше, как арт-объект. Единственный момент, который нужно учитывать, когда вы выбираете сумку хобо, или когда вы ее сочетаете со своим луком, что остальная часть лука желательно, желательно должна быть либо из плотного материала, либо структурированной. То есть это либо, допустим, брючный костюм, который в структурированный и держит форму, и тогда эта сумка хобо не сделает образ слишком мягким, а наоборот его сбалансирует. Либо это, допустим, да, трикотажный костюм, но из плотного трикотажа, который держит форму, который не проявляет все особенности фигуры, потому что тогда вы слишком много вот этих округлых обтекаемых форм добавите, и образ немножечко поплывет, и сделается менее завершенным. А нам бы хотелось, безусловно, всегда достигать вот именно той степени завершенности, которая лично нам комфортна. Так вот, сумка хобо для меня универсальный абсолютный элемент. Для огромного количества людей один из главных элементов сумочного гардероба, потому что туда еще куча всего помещается, потому что она удобно и приобретает форму тела, потому что к нему так плотно прилегает. Сумка хобо идеальная сумка для поездок, которую можно еще и через голову вот так вот перекинуть и носить вообще без нагрузки на плечи. Сумка хобо прекрасная сумка для молодых мам, потому что туда помещается особенно в большом размере. Вся жизнь, миллион подгузников и так далее. Сумка хобо прекрасна тем, что туда чаще всего в нормальном размере помещается ноутбук, но при этом она все еще остается женственной, красивой и не превращается в такую какую-то жесткую, рабочую, трудовую сумку. Еще один ультра, такой, знаете, такой на ультрачастотах тренд этого сезона и мастхэв и вообще года всего, это принтованная футболка. Потом она просто превращается в принтованный свитшот или обратно возвращается в принтованную футболку. Но принт, причем какой-то комичный, мультяшный, и я меньше говорю о надписях, а больше именно о принтах, он будет просто в топ of the top. И как обычно, я бы такой принт либо сочетала с чем-то принтованным внизу, например, вверху у вас какой-то мультяшный принт, а внизу цветочный или внизу клетка, полоска, все что угодно. Или же вы сочетаетесь с чем-то совершенно нейтральным. Например, у вас принтованная футболка и внизу кожаные брюки. У вас принтованная футболка, внизу джинсы. У вас принтованная футболка, заправленная в классические брюки со стрелкой с поясом. Тогда вы как раз будете балансировать стили. И вообще, принтованная футболка, когда вы на нее смотрите, я понимаю, что первое, что, наверное, возникает в голове, Это типа какой-то спортивный костюм или спортивные брюки, потому что вы смотрите на стиль футболки и просто хочется его повторить. Но на самом деле, как обычно, самое интересное сочетание открывается именно тогда, когда вы берете полярный стиль. Поэтому принтованная футболка и что-то совершенно не спортивное, не casual, а очень классическое, как классические брюки со стрелкой, это именно то сочетание.